привет спасибо что поддержали меня на моей арт-баттл и в этот раз мы запишем с вами урок вот по моей картине с ню девушкой то есть обнаженной берем как всегда желтую красочку и начинаем компоновать делим лист напополам видите примерно половину рисуем такую вертикальную линию и чуть выше половины вот тут у нас половина половины так сказать 1 4 от нее сверху начинаем рисовать наше бедро бедро рисуем по окружности вот так продольно она занимает 2 четвертых ровно посредине примерно 1 4 сверху 1 4 снизу остается у нас не закрашенная работа и вот уже от бедра вниз ногу пускаем делаем покруглее попу ну давайте называть вещи своими именами потому что если они будут их называть своими именами то просто мы запутаемся это передняя поверхность бедра делаем ее достаточно крупной у нас гипертрофированные пропорции в нашей фигуры у нас очень тяжелый большой низ и достаточно изящный верх в этой фигуре вот такие крупные значит делаем части тела крупную попу крупное бедро округляем все время ту сверху ту снизу округляем и будем рисовать узкую талию и достаточно широкие плечи вот смотрите теперь ведем вот такой вот зигзагообразной линии как змейкой поведем вверх изгибая сейчас влево ведем и загибаем вправо эти вышли чуть выше 1 4 здесь от середины бедра проводим линию 2 бедра ведь она у нас в пол оборота стоит вот мы должны рисовать ее животик естественно тут спинка у нас пойдет чуть правее не очень сильно расширяйте от нее где-то на середину попы должна вниз идти рука вот примерно так отмерять где середина этой попы туда у вас рука пойдет сантиметр 2 сантиметра ровно на расстояние шеи не докрашивайте и делайте вот такие наискосок плечи левое плечо чуть ниже правое чуть выше плечо у нас получается отступив достаточное расстояние для груди пройдите линию такую же параллельно плечо грудь чтобы тоже от нас давать так вот зеркально смотреть правая грудь ниже верхняя грудь выше так как девушка изогнулась изогнулась назад то грудь должна немножко расплющена лежать делаем ее более продолговатой нежели круглый потому что она откинулась назад выгнула спину значит грудь она пропорционально вот так скрылась проверяйте все время пропорции все время достраиваете простраиваете равняете это тоже самое что работать карандашом мы должны все время ровнять наши пропорции не думайте что вы нарисовали и уже все вы справились с этой задачей нужно посмотреть отойти немножко от рисунка посмотреть достаточно хорошо нарисована попа равномерно и не слишком ли великовата может быть нужно подвинуть немножко ногу вправо вот все время дорисовываете и так руку нарисовали теперь снизу вот там под попой проводим вторую ну как бы она шагает видите переднее бедро вперед идет а задние так вы будем называть то что сзади остается задняя нога она назад шагает на животик вогнутые вот здесь рисуйте сверху таким выгнуты ребра как бы живот впадает а ребра немножко выгибаются спиночку вот такую с хорошим красивым изгибом сделать правая грудь пониже левая поверху вот здесь шейку рисуем шейку красивая плечика надо нарисовать вот здесь вот сверху из-под груди где-то посредине груди нарисуем вот такую заготовку второй руки она у нас будет плавиться поэтому до низу ее не нужно дорисовывать от локтя немножко и расширьте от локточка она уже расширяется у нас что дальше начинаем закрашивать уже все рисунок мы сделали берем желтый цвет и будем рисовать основные цветовые пятна это вот здесь все что нам нужно закрасываем желтым красим полностью всю попу всю попу прокрашиваем с ногой потом будем уже цвета ровнять желтым цветом заполняем все необходимые нам части тела нога и бедро заполняем поднимаемся выше по талии вот весь этот кусок талии закрашивая весь бачок и прокрашиваем тоже вот так хорошенечко непрозрачно заполняете все красочкой чтобы не подкопаться было чтобы у нас все было хорошо прокрыт эта краска плечо плечо и верх руки прокрашиваем прокрашиваем желтой красочкой дальше что грудь грудь все закрашиваем сразу вторую грудь закрашиваем и куда к шейке поднимаемся к шейке поднимаемся вот животик немножко ребра и живот слева тоже закрашиваем помните где вы оставили там линии вот это помните мы там линию рисовали боковушечку красным цветом красный берем уже сразу с желтым красным цветом вот так вверх идем по бедру ровно по линии с изгибом не забываем что здесь у нас изгиб под грудь туда изгиб у нас уходит вот прокрашиваем всю левую сторону бедра такое что получился алый цвет алый как будто бы красный но с добавлением желтого более оранжевый и раз немножко раз желта желтаем хотела сказать немножко его разбавляем туда под грудь видите сделали его оранжевым смешав желтым под грудь чуть-чуть его раз разжелтили спускаемся по ноге вниз здесь прорисовываем полностью все тоже снизу алым цветом но видите попу я не обрисовываю я под попой делаю вот такой красивый мы начинаем уже рисовать абстрактные такие вещи тут не идет никакая такая мышца специально по попе но мы ее рисуем потому что она выгодна у нас очень достаточно крупная попа получается и нужно ее сделать интересно мы это делаем вот такими произвольными мазочками красивыми мы выстраиваем как бы рисунок на ней вот руку то которая уходит за попу тоже все полностью красным заполняем чтобы она ярко и выгодно отличалась от куб что папа была светлая вот а спинка и рука вот такими темными стали ведь и чуть-чуть таким легким ажи на цветом я делаю мазочки на этой попе по окружности сразу объемчик вырисовываю ну почему я это делаю чтобы она не была одним сплошным плоским желтым пятном мне необходимо добавить именно цвет тоже беру не красный оранжевым обвожу вот так под грудь слева чтобы она стала объемной ведь объемчик у него появляется капельку справа добавляю но в основном все эти объемы я пишу слева смотрите насколько она сразу выделилась видите вот так вот по окружности слева мы добавили объем чека взяли чуть-чуть больше красного и добавили это уже тень пошла на груди вот так особенно снизу и не забудьте соски прорисовать вот они сверху они не посередине мы же помним что грудь выгнулась спина выгнулась назад а значит перспективным и как бы немножко снизу смы поэтому папой кажется такой крупный мы как бы снизу наблюдаем эту фигуру поэтому грудь и будет вот так вот сверху фаски торчком туда будут уходить и смотреться здесь у нас ключицы прорисовали над грудью что мы дальше делаем мы вот эту вот левую часть живота надо нам ее затемнить мы затемняем тоже красным и вот туда уводим за бедро нужно немножко поработать темным цветом мы вымываем как следует кисточку вытираем ее нам нужно поделать теперь тени берем черный цвет и аллу мы начинаем работать над тенями мы снизу вот тут заднюю ногу я его называю задней ногой так как она сзади от нас прорисовываем полностью этим бордовым цветом смешав красный и черный мы получаем бордовый такой насыщенный цвет сверху тоже сверху от бедра мы заполняем весь этот животик и все заднее бедро тоже этим красивым бордовым цветом аж до вот нашей этой линии изгиба помните мы рисовали отбирая такую линию с изгибом вот на нее прорисовываем и почти всю левую сторону мы будем заполнять этим темным цветом но мы сейчас избирательно будем его наносить берем еще чуть-чуть красочки всю руку вот эту вот верхнюю заполняем этим темным цветом чтобы она стала темной за светлой вот этой попой красивой чтобы стал такой контраст явный выгодный можно добавить чуть больше красненького и теперь все вот эту руку тоже мы еще затемняю во-первых под грудью мы делаем тень этим бордовым цветом и вот так ручку точно так же темнеем чтобы тело на фоне этой руки стало более ярким и красочным но мы помним что рисуем мы не всю руку рисуем только вот такой кусочек так как она у нас будет вот такой не оконченной грудь немножко обводим вот здесь под этой грудью делаем такую круглую тень кружком вот таким вот обводим видите вот так вот расширяю я тень снизу и буду тонкой линии кверху что мы дальше делаем с вами мы вот эту вот под грудью линию ведь там линия живота средняя проведите ее и ее немножко затемните бачок вот этот делаем такую расширяющуюся изгибистую линию и подмышку подмышку пошла также темной линии мы делаем сейчас контрасте ведь арасток между ребрами и рукой я провела подмышку и вот здесь расширила на бочке я расширила линию под грудью все проверяю смотрю чтобы достаточно такая широкая получилась тенька немножко ключицу нужно вот так вот на ключицу немножечко выделить необходимо провести вот эту вот ногу чуть-чуть изгиба больше дайте на ней даем больше изгибика чтобы она вот так видно было что шагает смотрим и проверяем вот здесь вот можно чуть больше ногу выделить чтоб шаг был более размашистый ведь я его так изгиб такой провожу сверху и вниз туда чтоб пошел изгиб на ноге вот у нас уже видите светлое темное немножко разобрано мы видим где у нас светлая часть и где у нас темная берем тоненькую самую тонкую кисточку и маленькой тонкой кисточкой мы начинаем рисовать обводочку мы проведем вот тут вот зарисуем снизу там где у нас были пятки такие не прокрашенные немножко вот ведь я добавляю тонких красивых мазочков на само бедро чтобы она интереснее смотрелось иначе вану будет просто слишком разляпистым таким не конкретным а нам нужны конкретные линии провожу несколько ярких красных линий здесь на бедре чтобы у него появились оттенки появилась вот такая вот интересная игра мазков что дальше мы делаем мы проводим с этой с левой стороны немножечко ведь я делаю более конкретные эти маски будто бы обводочку им создаю парочку вот таких вот вытянутых мазков делаю чтобы теперь стало интересно рассматривать наше бедро не управлять в конкретика делаю вот такой изгибистый мазочек и вот красную красную красочку начинаю размазывать но не идеально а вот такими мазочками красную желтую по бедру всегда картинах кажется что вот это вот просто как так как-то так художник налепил даже не думаю это неправда художники всегда думают что они рисуют даже такие нарочито небрежные мазочки мы продумываем наводим конкретнее линию изгибистую на животике проводим ее проверяем куда нужно ее повезти дополняю еще желтеньким цветом иногда необходимо ее осветлить иногда затемнить проверяйте что вам нужно делаю просто более такие размазанные цвета цветотени видите здесь красненький добавляю прохожусь вот под грудью и на бочке добавляю чуть чуть больше красного чтобы она не была такая двухцветная желтая и красная чтобы у нее появились оттенки вот добавляю немножко на ребрышки оттенки чуть-чуть под грудь красный оттенок чтобы стало потемнее там у нас с левой стороны все потемнее сейчас черненький бордовеньким добавим вот так вот заполняем левую сторону темным бордовым цветом мы еще не поработали с вами вот этим вот красивым оранжевым в него добавляю белый и и вот грудь себе немножко так заполняю этим оранжевым цвет для объем чека опять же может быть немножко я переборщил ведь и пытаюсь высветлить обратно и и чтобы она стала вроде как и желтая и оранжевая одновременно я ее чуть-чуть выделяю вот так вот цветом чтобы она была не пустая а чтобы она приобрела некий цвет вот на все это делаю по этой окружности помните что грудь она объемная она круглая сути своей и не забывайте вот белые блики на нее добавить сверху и справа здесь тоже ведь справа и сверху добавила блики красивые белой красочкой чистой вот сюда на бедро добавляем так же блики чтобы она заиграла новыми красками как будто теперь что-то такое отлито и железо блестит на свету согласитесь блики просто неимоверно дополняют эту работу берем красный цвет и красным цветом опять опять бачок наш опять поработали над сосками вот так по окружности намазали и сам сосок добавили чтобы вышли вот такие объемные объемные места дальше берем оранжевый с белым и и еще немножко вот снизу рефлексе возле тени провели это мы делаем для контрастности провели под грудью желтые желтые места вот так грудью более-менее разобрались можно конечно еще работать чуть-чуть красным обвести ведь краешек чтобы стало почетче немножко и вот туда на руку переходим уже обводим здесь чуть-чуть можно тоже с левой стороны ведь теньку подровнять саму грудь сделать более контрастной чтобы все это у нас или сколько много деталей я неоднократно возвращаюсь только одной только другой части тела ничего не рисуется за один раз все рисуется проверяется смотришь и там еще нужно добавить вот теперь на руку добавляем красный цвет нам необходимо здесь тоже добавляем красненький чтобы цвета заиграли чтобы у нас поддержать этот цвет на двух руках добавляем немножко желтого и начинаем уже делать вот эти подтеки как будто краска течет но ни в коем случае не делайте много жидкой краски чтобы она текла не туда но у вас потечет куда нужно лучше нарисовать от руки эти подтеки вот так вот плечиком и тоже оранжевеньким выделяем ведь она со саму светло-желтая мы выделяем вот над ключицей и шейку чуть-чуть выкрашиваем тоже оранжевым цветом чтобы она появилась есть шейка появилась нужно вот так чуть-чуть темненьким уже замазать ее но на нее слишком не акцентируйте внимание иначе она отберет у вас все внимание можно прямо черным там повозить смотрите сами как у вас работе необходимо вот здесь видите подровнять бачок нужно бачок-то идет гладкий вот нужно чтобы он шел гладенько выравниваем его чтобы переходов не было там никаких лесенок ну и конечно же вот так вот тоже справа немножко нужно сделать более контрастными беру просто цвет чуть-чуть потемнее чем была попа нарисована такой оранжевый и им провожу линию вот смотрите как сразу оторвался да от рисунка этот мазочек сразу стала контрастнее более объемно получилось попа животик животик ровняем неважно ведь я нарисовала желтым там слишком большое бедро вот его не трогаем берем зеленый цвет и желтый зеленым или желтый синий мешаем и на животике ставим зеленый мазочек вот такой это мы делаем для того чтобы подчеркнуть насколько мы абстрактно рисуем это тело ведь теле же нет уже зеленого цвета а мы его туда добавляем что было видно что у нас абстрактная работа у нас присутствует зеленые цвета разные которые на самом деле на теле не плату красная не всегда бывает берем серый цвет мы просто смешиваем черный с белым вот в такой светлой пропорции и начинаем заполнять весь 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 фон наш выкрашивать аккуратно обводя все наши детали этим серым цветом мы создаем красивый фон на нашей работе тут рассказывать особо нечего нужно просто прокрасить не пытайтесь прокрасить это так стену однообразно идеально мы добавляем все время разное соотношение черного и белого чтобы получалось достаточно разная вот такая фактура у фона видите где-то он светлее получается где-то темнее получается для этого мы и не смешали сразу огромное количество этого цвета чтобы все время его макать и фон был бы одинаковый нет нам нужен фон разный я к примеру хочу чтоб снизу фон был чуть темнее чем сверху поэтому я когда иду вниз я добавляю чуть больше черного чем сверху использую а сверху добавляю чуть больше белого чем снизу вот такая незаметная у нас получается незаметный градиент не забудьте вот эту ручку обвести аккуратненько шейку все-все-все обводим и заодно убираем лишние мазки убираем где-то мы чего-то лишнего мазнули убираем наши эскизные линии желтые которые нам не пригодились которые мы там не зарисовали например телом мы сейчас фоном имеем уникальную возможность подправить свой рисунок может быть где-то вы руку слишком сильно оттопырили возьмите и закрасьте по верху вот этим серым фоном и нарисуйте чуть по-другому это сейчас лучшая возможность подправить вашу анатомию ваш рисунок вот эти снизу немножко потемнее сделала чем сверху чтобы снизу было более тяжелый рисунок вот он темный у нас более тяжелым смотрится всегда нежели светлый этому свет светлый я оставляю сверху пусть он в небо вот так вздымается не забудьте прорисовать в этой вот дырочки между спинкой и рукой точно серый цветом точно так же там же есть фон мы не можем там оставить дырку мы ее прорисовываем я хотела мастихином поработать но если честно скажу что этот эксперимент был не очень удачным я решила что мастихин неудачно подчеркивает фоно фактуру краски именно в этих местах тут лучше нарисовать кисточкой эти подтеки поэтому на мастихин не обращайте внимание вы можете делать но мастихином будет просто абстрактные мазки а я решила сделать вот такие капли точно также советую вам не пытаться на риме налить их потому что капли обычно тяжелые они либо проскочат либо потекут куда-то не нужно его место а вы рисуете вот с таким утолщением на кончике обязательно кончик должен утолщаться вот то синим то фиолетовым я рисую сверху такие подтеки причем возле девушки они покороче как вы видите а вот на пустых этих отдельных краях я делаю их более длинными также взяла фиолетовый снизу противоположную что хотя капли должны вниз течь как бы да логично но я их рисую вверх вот такими текущими как будто тает со всех сторон одинаково вот добавляю уже зеленый цвет светло-зеленый смешанные желтым и сюда в виде фиолетовые капли и при этом темно и светло-зеленая добавляю что вот такое разнообразие цвета у меня присутствовала а с левой стороны я делаю красные точно те же которыми я бедро рисовала ведь я поддерживаю свою фигуру красными красными каплями вот таких подтеков причем я вытягиваю эти линии чтобы они вот-вот соприкоснулись с рукой якобы не то подтеки в руку переходит не то рука оплавляется в эти капли мы так продлеваем и соединяя нашу иллюзорную фигуру с этими каплями подтеками чтобы теперь у нас перекликалась наша фигура с фонами эти мы создаем некую такую иллюзию игры тут нужно еще желтого добавить ведь он закончился поэтому я добавляю себе желтый нужно всегда объединять ваш фон с вашей главной фигурой на листе ведь я добавляю желтого еще желтых потеков мы не можем рисовать фон отдельно от фигуры они должны взаимодействовать и соприкасаться друг с другом поэтому я этими каплями создаю вот такое проникновение фона фигура фигуру мы делаем капли линии подтеков не забываем утолщать на конце если это капли как будто потом скопилась красочка вот так рука у нас капает вниз вот сюда можно чуть-чуть желтенького добавить ведь на кончике чтоб тоже взаимодействовал собственно это и все мы с вами вот так создавали нашу картину мы вполне завершили ее вы можете добавлять каких угодно деталей все зависит от вашей фантазии я считаю что моя работа окончена спасибо вам большое за поддержку меня на конкурсе как вы знаете я рисовала эту картину на арт-баттл это был конкурс вы видели видео с этого конкурса вот такая чудная работа получилась благодаря вашей поддержке моего творчества я надеюсь вам понравится рисовать ее с нами и до новых уроков рисуйте с удовольствием до скорых встреч пока пока